Во дворе на Мариса Тереза с раннего утра десятки человек. В последний путь Екатерину Вашуркину провожают из родительского дома. Это был мой любимый преподаватель за все время обучения. Нам будет ее очень не хватать. Вы знаете, для меня это до сих пор большое потрясение, хотя и прошло какое-то время. В техническом университете Екатерина Вашуркина работала на кафедре автоматизации и управления технологическими процессами. В сентябре пошла на повышение, стала заместителем декана. Вместе с коллегами занималась научными разработками, которые могли бы пригодиться в промышленности. Это очень сильное потрясение. До сих пор не можем прийти. Вот только в субботу, в пятницу разговаривали, были вместе на совещании, а сейчас вот все. Нет человек. Говорить сложно. Очень добрый, очень отзывчивый. В ночь на воскресенье неизвестные в масках напали на чету Вашуркиных в собственном доме. Обоих избили. Екатерина погибла на месте. Ее супруг Дмитрий, начальник полиции от Радного, с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Дмитрий уже перенес операцию. Сегодня пришел в сознание. И, как пишут СМИ, уже дает показания. Официальные лица пока не спешат с комментариями. После проведенной операции он из реанимации переведен в отделение. Состояние его стабильно тяжелое. Наш начальник медсанчасти, главка, постоянно держит на контроле все это. Всю необходимую помощь мы оказываем. Я его давно знаю. И когда разговаривал с теми, кто с ним непосредственно работал, вот как офицер за большую букву. На новую должность Вашуркин был назначен весной. Ранее руководил полицией Чапаевска. Сейчас расследование кровавого дела продолжается. Им занимается Следственный комитет России. Мы будем следить за развитием ситуации.